Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о самом главном, о том, как формируется жизнь человеческая, как формируется весь материальный мир. Что является главным? Вот все говорят, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Но за словом, за любым словом, стоит некий посыл. И вот этот посыл определяет абсолютно всё. И я сейчас вам расскажу очень печальную историю, которая случилась со мной и с Александрой Гусевой вот буквально день назад или два. Значит, смотрите, что произошло. Я выдвинула новый проект где-то месяц или полтора назад, который должны были рисовать дети, и сам проект назывался «Победа над коронавирусом и болезнями». У проекта две номинации. Одна номинация так и называется «Победа над коронавирусом и болезнями», а вторая номинация называется «Позови меня в Русь светлую». «Посыл делала я», да? И он предполагал так, «Моя вера велика, победа над коронавирусом и болезнями». А дальше «Позови меня в Русь светлую», это уже ваше всё, да? Туда как бы второй проект входит взрослый. Значит, я, конечно, была очень невнимательна, и вот как часто изменение посыла становится роковой ошибкой, которая приносит очень нехорошее изменение. Как от одного маленького изменения посыла может изменяться очень много в мире. И я просто сейчас вам покажу, и вы сами поймёте это. Так вот, когда мы говорим «Победа над коронавирусом и болезнями», мы что видим? Победу. То есть мы как бы упускаем всё, что там было, и просто остаётся победа. Так вот, я не знала, по какой причине, и Саша мне не объяснила, и не смогла объяснить, почему она это сделала. Но я предполагаю, почему и знаю. В какой-то момент, после того, как я сказала оформить этот проект, Саша, оформляя его, изменила посыл, название. И она назвала, сделала, оставила номинацию «Дети победы над коронавирусом», а само название проекта изменила и назвала «Дети против коронавируса». Вот посмотрите, «Победа над коронавирусом и болезнями» или «Изменить проект». Причём как-то так она, может, и посылала мне, но я в телефоне работаю, я не открывала, я не заметила. Прошёл почти месяц, она делала рассылки, направо-налево, как говорят, всем. И только вот вчера вдруг я осознала и увидела это название, которое Саша, не посоветовавшись со мной, и не первый раз такое происходит, изменила. Значит, это говорит о том, что вот, что такое, это «Дети против наркотиков», «Дети против коронавируса» это стандартное, абсолютно стандартное, серенькое такое мышление. То есть она изменила вот эту «Победу», изменила на стандартное серое мышление, за которым следует позыв совершенно другой. А какой позыв следует за тем, что, когда мы говорим, что против коронавируса «Дети», когда кто-то против, Маша против Саши, Петя против Кати, что это такое? На самом деле это война. Это война, и, честно говоря, когда это случилось, я была в таком шоке, я просто пережила это, как, я не знаю, как огромную боль, и до сих пор я ещё в шоке. Я не смогла отойти от этого. Когда я стала разговаривать очень строго с Александрой и требовала объяснения, почему она это сделала, она сказала «не подумала». Вот что это такое за слово? Вот задумайтесь такое слово «я не подумала». Я вот сделала так, почему объяснить не может, но на самом деле я объясню. Дело в том, что, когда люди стремятся к стандартности некой, чтобы брать вот что-то, какой-то огонь, или что это такое, я не знаю, что-то сделать такое, я даже не понимаю. Они на самом деле, таким образом через них начинает работать несветлая сила. И вот эта несветлая сила, видимо, хотела дальше жертв войны бесконечной. На самом деле вот сатана, дьявол, он чем и занимается. Он создаёт противоречия, и он всё время вызывает людей на битвы, на войну, бесконечную войну. Так вот, дети против коронавируса – это война. Это против, понимаете? И вообще, всё в этом мире, что вы… Я хочу, чтобы вы очень сильно подумали над этим. Всё в этом мире, что делается против, одно против чего-то, есть такой даже физический закон Ньютона, третий. Сила действия равна силе противодействия. Или наоборот, сила противодействия равна силе действия. И с какой силой мы давим на стул, с такой силой стул давят на нас. Этот закон никто не отменял. И поэтому, когда кто-то чего-то делает против, на самом деле он ввергает саму ситуацию в бесконечную войну, которая завязывается, а результатом любой войны всегда является жертва. И всегда ничего хорошего из этого не получается. И, наверное, вы знаете, что война… Люди должны понять, что война не должна устраивать никого. Меня знаете, что ещё удивляет? Вот так много людей в интернете, которые всё время как бы создают тоже всё это вот против, против. И на самом деле провоцируют и наше правительство, и ещё какие-то вещи на то, чтобы совершить какие-то негативные вещи, чтобы ввергнуться в войну. То есть они вызывают всех на войну. Я, конечно, не знаю ещё раз, надо ли это, для чего эта война. Но мне кажется, люди устали от войны, устали от этого противления. И что побеждает всё-таки любовь. И когда нет любви, то происходит вот такой вот татобой, начинает обладевать силы, которые являются силами противоречия и силами дьявола. И вот в данной ситуации получилась такая вещь, что вообще-то для меня то, что сделала Саша необдуманно, это как предательство. И она предала, собственно, высшую силу, не понимая, не осознавая, да, совершила вот такое, я бы сказала, простите, преступление. И тут мне сразу вспомнилось то, что было в далёкой моей много лет назад, 89-90-91 годы, когда я выдвинула, когда пришёл космический проект «Детское государство», это сколько лет уже прошло, да, и я знала, как его осуществить, у меня тоже всё клеилось, всё как бы шло, всё просто было замечательно. И меня ввели в Европарламент, и уже хотели финансировать строительство первого детского города, где дети управлять должны были этим городом, взрослые им помогать, то есть смена такой позиции и ситуации. Это очень фантастический был проект, и один человек, который преследовал свои эгоистические цели, я даже не помню, как его звали, какой-то, ну, просто забыла уже. И этот человек, один человек, который преследовал, очень невежественный, у него очень маленькие цели были, он сломал весь мой проект, потому что я уехала в Германию, а он в это время, как мы говорим, просто моим переводчиком. Но, когда он разговаривал с таким Люсом Назаритом, который вёл меня в Европарламент, и который сделал секцию в Европарламенте для того, чтобы финансировать данный проект, этот человек сказал, что он вице-президент, а я больна. Ну, понятно. Преследуя личные цели, чтобы забрать мой проект и с ним поехать за границу и больше не возвращаться в Россию. Это был 89-90-е годы. И тогда, когда это случилось, я находилась очень долго в таком шоковом состоянии, и я не хотела жить. Но потом на улице ко мне подошёл человек и пригласил меня в паломничество по Польше, в Ченстаховской Божьей Матери. Ихоне такой. И я вот скрасила эту свою трагическую вещь, которая произошла со мной, потому что на самом деле потом всё вскрылось. Всё вскрылось, и уже тогда было поздно. Мне не сделали приглашение, я не поехала в Ниццу. И, естественно, финансирование обломилось, вот этого города, да, всё обломилось. И этот человек не поехал никуда, который преследовал просто мелкие личные цели. Вот как страшно, когда люди говорят, меня интересует только моя жизнь, а остальное меня не интересует. Такие люди коптят этот мир. И вокруг меня очень много таких людей. В основном они коптят этот мир. И вот когда ты один горишь и идёшь с этой свечой, с этим огнём, с этим факелом, вот просто настолько иногда устаёшь, что кажется, Боже мой, ну зачем это всё, ну если это не поможет никому, если я всё равно не смогу ничего изменить, потому что у людей настолько эгоистична натура стала, они ушли в такой эгоизм, что бесполезно. Ну, в случае с Сашей, с Александрой Гусевой, здесь сработал неэгоизм, здесь я не знаю, что сработало, просто она, я же говорю, она не может объяснить. Вот подумайте вы и напишите, что же на самом деле сработало и почему Саша так поступила. Почему она, во-первых, это какое-то неуважение, я считаю, ко мне, к моему проекту, к тому названию, которое я написала. То есть, когда человек находится рядом, вот рядом океан, да, он просто большой, видится на расстоянии. И она просто вот, тем более, что я веду себя с ней всегда, как на равных, да, с подругой. Хотя на самом деле между мной и Сашей огромная пропасть, это невероятные парсеки расстояний. Потому что, во-первых, у меня и возраст, и опыт огромный, жизненный, и знания, и все, все, все. А здесь все-таки я вот через Сашу даже определяю, она ведь не худшая, а здесь присутствовало невежество просто, незнание, невежество, какое-то маленькое такое знание, так скажем. И вот эта вот глупость, которая не позволила ей подумать, естественно, и взять зачем-то, сменить название, не сказала мне ничего. Вроде бы кажется, ну, подумаешь, но на самом деле, если говорить о посыле, который вложен в слова, то это полная смена, это переворачивание всего. Вот, очень больно. Я даже сегодня, это было вчера, я сегодня даже вот не могла с ней разговаривать по телефону, только переписывалась, потому что я чувствую до сих пор такое просто шоковое состояние. И правда, в такие моменты просто кажется, что невозможно что-то изменить. И вообще, как бы люди, они настроены только жить для себя, ради себя, здесь, в эту вот секунду что-то там, это и все. и никто не смутит ни в будущем, никто не думает о человечестве. И вот я в течение всей своей жизни занимаюсь этим всем, и иногда у меня просто такие вопли туда, в небо или там в душу свою, в Богу, что, Господи, ну, почему ты меня одну здесь оставил, и я же подчинена тебе, я не могу иначе, я делаю только то, что то, что ты мне велишь, да, и вот на каждом шагу, всегда, что бы я ни делала, всегда происходят какие-то сбои, вот был еще один сбой, когда в 2002 году я планировала сделать, собрала теле, ну, открыла много телестудий по России, СНГ и Балтии, и такое детское СМИ делала, и фестиваль школьных телестудий, он прошел в ноябре 2002 года, а потом я планировала следующий фестиваль, и я из Сербии приехал в гости такой Джорджио Качански, человек, который главный редактор Евроинфильма, мы вместе планировали вот это все сделать, и в какой-то момент появилась тоже переводчица, это странно, еще на эту тему я хочу поговорить, Мария ее тоже звали, как он сказал, Блэк Мария и Вайт Мария, я была белой, и она просто, я их поселила вместе в гостиницу, не в одной комнате, но она и спала с ним, и все, и весь этот план наш разрушился, потому что она просто вот, извиняюсь, утащила его в свою дыру, в вагину, как часто это бывает, вот я, конечно, по меркам таким, я просто действительно не женщина, я просто тот дух, который идет и делает, и делает для человечества вопреки всему, вопреки, и на каждом шагу, вот такие препятствия все время эти разломы, то есть с кочки на кочку, с кочки на кочку, и самое интересное, что самые близкие люди наносят самые, порой, смертельные удары, я не хочу обидеть ни Сашу, Бусину, ни себя, так сказать, оправдывать, потому что я не смогла быть такой внимательной, чтобы это заметить сразу, сейчас Саша все это изменила, и написала так, как нужно, но я не знаю, что она испытывает в душе, она быстро закрывается, так и не говорит ничего, ну вот я рассказала, то, что испытываю я, конечно, шок, и, конечно, я не знаю, как мне выйти из этого шока, все, спасибо, с вами была Мария Карпинская, всего вам доброго, до свидания, дорогие друзья, спасибо, спасибо, спасибо,